всем привет друзья сегодня у нас 3 апреля приехал я наконец-таки на речку открывать для себя сезон сегодня хочу половить жереха попробовать поставлю также не знаю штук наверное 56 закидушек на сазанчика у сазанчик здесь маловероятно в этом месте вода еще упала очень сильно сейчас принципе где я сижу все в воде было в том году я сюда приехал можно сказать место даже не узнал все острова все по берегу открылась и не знаю ну как я понял здесь русло протекает сейчас планах надуть лодку поставить мотор подготовить закидушки поеду проедуся но если получится конечно никогда сейчас на не плавал все в первый раз сегодня будет поеду проедуся поставлю закидушки на сазанчика поищу место в первую очередь закормлюсь кукурузу очень много сварил планировал выехать на два дня так получилось что нужно завтра будет в 12 уже дня быть в городе поэтому сегодня получится такая экспресс рыбалка хотя планировалось на двое суток приехать ну ничего будем пробовать так что давайте друзья всем приятного просмотра все поехали все в первый раз распаковывается тоже перу и она пленки была я пленку не выдержал дома снял так как она что потом ее правильно закрутить она залезла сюда вроде запомнил все вроде как то так сейчас насос где здесь как он здесь качал все поставил сейчас попробуем двигатель поставить получится нету нас потом еще зависеть надо вот его как я его заводил год назад бочки и все извиняюсь то что я немного туплю здесь как это все делается это делаю в первый раз вообще я никогда этого не делал офигеть все сапог намок сапог намок здесь 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 для меня это вообще не просто поднимается почему не фиксируется в любом положении вот вот сейчас я разберусь с ним и продолжим в общем вот налили масло много по незнанию теперь завести не можем свечи все в масле дымит как паровоз сейчас уже на час пытаемся не можем сейчас если не сможем сольем пол канистры пойдем по берегу у рыбаков спрашивает бензин а пока давай давай просто он виноват он сказал лей 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 да 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 теперь тыркой друзья завелся уже много раз заводился сейчас газ дам и глохнет и дымит как паровоз сейчас я отправил пойдут по соседям пройдут бензин спросят если найдем сольем чуть-чуть чистого бензина добавим и будем дальше пробовать здесь явно перелили масло свечи выкрутили они все в масле сейчас пусть поработает немного сейчас заглохнет скорее всего это с подсосом вытянутым работает сейчас друзья посмотрю вот здесь за поворотом может поставить где вот здесь мелкость я прошел пешком ничего не было здесь из подходящих мест здесь тоже все занято люди стоят единственное вот место вот здесь может быть попробовать вот здесь вроде глубоко да на вроде глубоко здесь глубоко сейчас здесь попробуем уже три штуки здесь поставлю нож лодку куда чуть немного отогнать и здесь поставлю их подожди полушки возьму одеть иголочки вообще все вот отсюда я возьму она не чуть их снизу начнут она пока также чуть-чуть в растяг поставлю их не не со смущает соседи вот напротив то что не может дискотека начаться кому интересно друзья вот такие снасти посмотрите принципе недорогие и практичные самое главное могут в одну сумку поместиться 10 закидушек и всегда со мной катаются в обычно спортивной сумке лежат единство что здесь ценность представляет это наверно катушки невские опять же можно китайскими обойтись и вот проволока шестерка вместо колышков засовывать просто и все он готовый можно ставить и закидывать где поглубже здесь у нас давайте вот здесь вот как раз в растяг получится подальше немного все можно закидывать здесь я не знаю сколько 10 сделаем вот самый раз так пенопластик не знаю будет нет машины видно машину то отсюда видно буду каждый два часа приятная смотреть так мы все последнее у нас в этом месте поставим давайте на нее тоже сделаем наверно микс одну пареную поставим и одну медовую на те две поставил везде пареную посмотрим так трещотку отключаем 3 4 5 6 7 7 метров сделаем запуталась чуть-чуть нормально глубина глубина есть все в принципе сейчас закормлюсь можно дальше ехать так это сюда это сюда так это сюда так это сюда все я думаю хватит туда выше я не смогу пройти там закормить поэтому отсюда покормим под берег уже скинем парочку все все расставили сейчас поедем туда к машине там тоже вдоль берега поставлю парочку и все попозже поедем вверх по течению и будем сплавляться искать жереха пробовать ловить мужики если мы тут встанем не против так одна есть друзья здесь нашли место рыбаки стоят здесь плещется жерех вот такой вот это местный вроде бы ух ты стой блин вот такой вот друзья небольшое с локоть чуть больше локтя шершавый шершавый весь его моё офигеть он шершавый на нерести наверно ладно давай на берег станем с берега будем кидать все сматывайся подтянемся спросили разрешение у рыбаков и она встать сказали не против просто тоже в ногу не хочется его мою через сетка чья-то размочились а первую поймали где-то здесь вот я ее поймал вытащил сейчас у тебя встану на косу близко не будем подходить не мешать чтобы меня босиком еще на рыбку взял белую ратлинов нет собой у меня хотел все заехать купить таки руки не дошли уже одного поймали убежал мне прям под берегом а значит два уже есть теперь вытащить надо их соседи ловит на белый ратлин а у вас ратлинов нету я не покупал их он белый уши тоже так сколько время то у нас это я думаю четвертый час наверное дай бог от ловится на здесь не докинул немного муж возьмет ну дернул еще раздер а ты чё блин а бьет по приманке ах ты ё-мое и моё цепляет и не подсекается блин вот еще взяли соседи но ну да ты чё блин бьет вот клюет прям чувствую по руке как бьет есть друзья сейчас я потеку хорошо что-то не ушел вот видите далеко в струю кидаешь он там есть стоит скорее всего а вот здесь если не докидываешь поклевок нету в общем жерех есть друзья просто его нужно найти такая рыба которая на месте не стоит соседи говорят днем здесь ходили поклевок не было час под вечер поклевки есть этот слишком маленький этот малыш про его я думаю нужно отпустить но этот маленький домой пойдет маленький он сейчас должен по идее ну как должен надеюсь что клюнет вроде струю попал поклевка есть какой сильный офигеть нифига так как сопротивляется будто бы там 5 килограмм друзья либо я его забагрил что я думаю есть правда либо там крупный скорее всего заболевал что я потек при ударе видать как судак прижимает он не действительно крупный потому что чувствуя как он идет по волнам похоже что забагрил да нет мне не сказал что он прям такой крупный но не забагрил я его да нет крупный друзья фуф вот это да вот это да вот это большой вот это да действительно друзья килограмма полтора два по сравнению с этим смотрите насколько он больше и заглотил конечно сильно сейчас я друзья операцию проведу и включусь тоже видать крупные друзья он лежит он рыбак любитель поймал его у вот это да михаил это четверик что то горит крупный я по моему говорит что-то зацепил ну к охренеть ни хрена себе это реально четверик за спину его смотрите какой он мой блин его поднять не могу смотри икры сколько в нем охренеть можно вот такой вот друзья трофей правда не мой ну я все равно рад будто бы это мой офигеть вот еще плескость плескается в ее можешь заикаюсь уже опять не накинул есть друзья там говорит зацепилась зачет это серебристый уже так да ты видел папа какой поймал рыбу большую она точно укусит есть друзья еще один сидеть такую четверку сайте приедем взвешиваем его сколько он будет самому интересно не весь есть правда сссеровский я думаю поле менее там плюс-минус 300 грамм сделаем скидку и взвешиваем посмотрим сколько там есть хорошо тянет кстати тоже крупненький смотрите друзья не такой конечно как у него на крупненький тоже хороший полторашка двушка тут есть в нем ну душка ладно нету полторашка точно есть вот такие вот самый раз на засолку на копчение раз два три четыре пять шесть семь семь жириков есть вот восьмой вот друзья кстати не реклама абсолютно никакая но я думаю если будете выезжать на жериха то обязательно стоит взять смотрите как крючок разогнул один рад линов это те рад ли на который продает если мне память не изменяет денис блогер crazy фишер у него на ю тубе канал есть вот он их сам изготавливает ручные они у него ручной работы вот они на них ловит чего большой а мы не взяли их друзья здесь соседи через заброс ловит а мы ловим так если на струге попадем не попал блин не таки наложи один есть друзья долго не было поклевки большому сожалению михаил этот маленький на пойдешь опускать вообще малыш на держи он не кусается держи держит двумя руками возьми как я вижу не кусается все воду лажи его все лажи его воду хорошо полетела но еще один вот друзья есть прям под берегом этот взял плев спал тина это как он взял не нет за рот вроде да за рот конечно может блесну попробовать вообще когда клюет активно надо пробовать все он должен ловиться вообще на все давай давай неси даже можно вывод сделать просто ловится ли он на все потому что мы вот бываем когда работают да так что попробовать то а вертушка далеко не полей далеко не надо должна полететь почему вот эти нет хорошо летит прям еще дальше чем резиновая рыбка летит учет оба она не помочь что она не играет а все он взял короче года тоже два назад тоже плыли по чуть-чуть там 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 вот так мужики тоже на берегу стоят вот я в струю кидаю он струя идет тогда тогда берет забагрил что ли этого не пойму но вот тоже хороший это далеко я закинул он струю вот этот желтый нет найти на вертушку я зачем пойму светлый это темный ветер как и расчет а там у меня у меня все такие я тоже на такой ловлю такой друзья тоже подружку здесь хороший прям спина мясистая такая у него блин конечно вытаскивать виск инструментов такое себе занятие того можно было кстати отпустить я что-то заговорился хорошо летит эта вертушка прям в струю попадает правда она сразу не играет почему-то завелась вроде на космастер взял далеко далеко закинул там взял здесь кидал вот и в струю кидал тоже что-то вообще тишина была не мурала ничего еще раз вот говорю лишний раз убеждаю что приманка действительно большую роль играет соседи вот один за одним ловят прям один за одним буквально я конечно этому рад сильно я имею ввиду то что приманка очень большую роль играет даже вроде жерих здесь стоит все равно капризничает выбирает хороший крупненький тоже полторашечка да ё-моё столько раз эти проткнул вот такой космастер вытянутый длинный 28 грамм друзья уже взял тоже желтый значит ездить жерих не обязательно ехать 300 400 километров чтобы наловить вот он желтый жерих район меалов вот буквально он дым если вам видно идет поселок там мел и сколько здесь ну полтора километра максимум полтора ну два ладно просто нужно найти его шнур кстати тоненький судаковой катушка тоже судаковые я суда кобрал выдерживает пока конечно такого большого еще не ловил двух килограммов легко выдерживает даже если в наглях без фрикциона тянуть вполне выключил забросила поклевка можно сказать нападение этот раз прямо кинул далеко со всей силы там блин ждут возле машины тоже хотел половить один паренек штурман надо съездить взять его сюда привести пусть полует желтый верни зеленый он плечется давайте я туда кинуем видать там стоит он я не знаю батарейка сколько еще осталось у меня пока не кончится буду снимать ловить все хорошо есть друзья какая поклевка смотрите блин то хочу такого же большого поймать все почувствовать каково это он сказал вообще я думал коряга он еще стоит и мне горит зацепилась горит недовольный такой потом начал подводить нет нет на рыбку на ту же самую белую да с красной головой еще один есть друзья верни уже 2 1 я не снял батарейка у меня садится 15 процентов осталось но не быстро сядут придется я хочу за батарейка менять нет сейчас он вот поднесет а сейчас поедем уже батарейка на все равно поменять поедем вот прям здесь взял и уже вытащить хотел под берегом прям взял хороший тоже блин чувствую сейчас выключится камера я мою в любом случае думаю вы насладились то у кого нет возможно сейчас времени выехать на рыбалку я лично в такие моменты с удовольствием смотрю видео я надеюсь что вам тоже понравится это видео такое открытие сезона моя опасно конечно крючки вытаскивая дернется не дай бог палец проткнет сразу бьет ах ты е-мое поеду я друзья поменяю батарейку да приедем если конечно захотят захотят все целые старушки на месте поклевок не было сазанчика сейчас в лагере посмотрю и на той стороне тоже на той стороне уже отсюда видно что все стоят и на трофей наш сегодняшний сейчас вешаем его где-то здесь весы должны вот они они ну 4 минимум и оставлю а по факту сейчас посмотрим ровно четыре килограмма ох блин ё-моё да вот четыре килограмма может там без 200 иран давай все ё-моё вся в лодке да осталось здесь мало вообще все батарейку поменял съездил пассажира тоже поменял сейчас пойдем еще парочку поймаем на поедем комары конечно атакует уже вроде еще не лето но уже термоядерные такие кусают потом все чешется все ладно последний заброс делаю до поеду уже темнеет хватает шикарные считают ловились мы хватает уже наглеть тоже не надо ух ты как ударил еще раз ударил были провоцирует прям вызов кинул еще один заброс сделать придется принять его вызов хорошо сопротивляется хорошенький блин прям за смотрите за краешек уже почти губа порвалась ну все хватает поехал я в лагерь рыбалка удала сегодня надеюсь что вам понравится мне лично очень понравилось и лодку обкатал и ездить более-менее научился и на милях заезжал и в кусты заезжал в общем не знаю насыщенный сегодня день такой получился я в принципе не жалею что на один день приехали потому что столько улова поймали мы он вряд ли бы дожил там на следующего дня верни то что дожил не протух целый остался свежий так что как то так в общем друзья закругляюсь я на сегодня если сазанчик вдруг клюнет обязательно вам покажу возле лагеря там у нас сейчас возьму мешок кукурузы высыплю прям где закидушки стоят вдоль берега у нас там три штуки стоит 3-4 штуки прям высыплю весь туда потому что в любом случае он протухнет прокиснет завоняется и не знаю непригодный он будет ну или рыбаки если приедут я им отдам его мне в принципе уже не нужен сазанчика как видите нет если собираетесь в район миалов то сами видите я вроде и нашел места такие более-менее конечно я не скажу что прям хороший на сазана но поклевок нету если за сазаном надо куда-нибудь туда в низовье ехать кунаевского мосту там мы и в ту сторону в общем сюда рановато пока за сазаном блин и комаров здесь вагон если с ночевкой поедете берите крем мазь от комаров прям закусывает невозможно стоять все в общем поехал я все стоят до а 4 сейчас кукурузу пусть мертвого стоят что там что там что там что там соседи там слева стоят от нас сейчас плыли стоит спиннингует один парень я думаю дай подплыву скажу что там жерех на следующем острове хорошо берет подпыл хотел помочь человеку подсказать так посмотрел на мне как на дурачка какого-то еще и сказал покажи что ты поймал таким гонором я в шоке честно с людей с таких вот когда действительно хочешь помочь кому-то подсказываешь желаешь того же чего и себе такое отношение охота честно послать как таких людей прямо не знаю аж переворачивать все внутри когда так относятся когда ты вот так а тебе грубо говоря вот пусть дальше стоит ловит пытается поймать все на сегодня рыбалка кончена если только закидушки не клюнут а пока идем кушать мы самое главное пить сильно хочется такая жара было движение все время без отдыха сильно прям пить хочется которого ты поймал большого цикрой который да вот я с него охренел честно который я бы рыбы накидал короче он сюда нас ров что ли с рыбой а а и а и и и и и и и вот курочку замариновали днем часов 5 нам уже стоит я думаю готова кушать а пахный як правда угли у нас себе так насобирали сильный жар дает попробуем готова чуть-чуть подгорело конечно разговорились немного утро друзья собираемся домой уже сейчас поеду собирать закидушки заодно посмотрю было поклевка нет сазана мотор вроде завелся я не знаю но сразу 10 10 подтяжки завелся но вроде работает все целы и душки забила конечно грязью поклевок не было так что вот имейте ввиду кто поедет за жерихом смело можете ехать район мелок малой сары здесь есть жерих балхашский уже поднялся он а кто на сазанчика только низовья только кунаевский мост акжар и так далее здесь нет сазанчика ну может баканас еще я не знаю я вроде слышал что ловит баканаси немного конечно парочка попадается сазанчиков но здесь нет в общем друзья какие у нас итоги по сегодняшней рыбалки сазана не взяли даже поклевки не было поймали кучу жериха отловились шикарно по жериху все завтра уже запрет у нас ну ничего страшного в принципе водоемов у нас хватает много есть пару идей куда можно съездить тоже на дикую рыбалку как относительно такую дикую там небольшой заливчик есть я думаю вот сейчас немного еще пусть вода прогреется сазанчик пусть немного активным станет поедем туда с ночевкой уже возьму лодку с собой мотор не буду брать там он не нужен возьму лодку будем завозить снасти там нужно будет искать просто место где нет травы там обычно все в траве будем искать место завозить снасти и пробовать сазанчика ловить там в принципе хорошие экземпляры плавают и леща можно там тоже половить на фидер ночью в общем идеи есть просто пока время нужно дождаться нужного немного вода пусть прогреется и можно уже будет в принципе смело выезжать так же есть планах съездить на одно озеро можно сказать откуда я начинал свой путь рыбака где учился ловить на донную снасть на фидер на донку в общем там обычно тоже по весне хорошо сазан берет судак тоже активничает хорошо особенно ранней весной съездим тоже с ночевка я думаю поеду сами в общем все увидите на канале но я домой спасибо друзья за просмотр если вам понравилось это видео пожалуйста оцените его увидимся уже с вами в следующей серии пока пока